добрый день уважаемые любители шахматы в этом видео я вам покажу как гарантированно сделать ничью в открытом каталоне когда белые края а4 потом ставят воде на д1 края сон g5 как эта позиция возникает d4 конь f6 c4 и 6g3 d5 конь f3 сон g7 сон g2 0 0 0 0 dc ну и ферзь c2 в принципе еще раз повторюсь минус этого хода в том что кроме a6 основного продолжения есть и ход b5 и ход c6 ну представим что черные играют основную линию a6 a4 слон d7 ну и белое место основного хода ферзь c4 делают вот водя d1 в принципе проблема черных заключается в том что в этот момент они вынуждены сыграть слон c6 у них нет ничего другого например конь c6 ферзь c4 b5 это неполное равенство например белые могут сыграть а b могут сыграть ферзь b3 поэтому слон c6 здесь давно известно что конь c3 никуда не ведет следует слон бьет f3 слон бьет f3 конь c6 слон бьет c6 b на c надо отметить что огромное количество партий со мной неоднократно так играли черные дальше хотят играть водя b8 водя b4 в общем в этом окончании они никакие почти окончание этой метрочки скорее никаких проблем не испытывают но в целом одна из причин почему я перестал играть открытый каталон это то что вот здесь делается под слон g5 и после этого черных требуется продемонстрировать огромный объем знаний все эти варианты на большой глубине вашу голову не поместятся чаще всего вот тут уже нужно сделать единственный ход как вы думаете какой если вы считаете что можно продолжить развитие ходом конь bd7 то вы сейчас допустили типовую ошибку в принципе него один многие так играли в принципе белый братер конь bd2 и если сделать ход а6 слон бьет f6 конь бьет f6 конь бьет c4 это типовая позиция которую хотят получить каталоне белые могут сыграть ферзь c1 в принципе статистика очень хорошая после этого хода мой движок современный говорит что также заслуживает внимание ферзь c3 ферзь b3 в любом случае белые создают определенное давление да конечно вы не будете знать так много теории но это неприятно то же самое можно сказать и проход опять типичное каталонское давление белые получили основную расстановку не приложив к этому особых усилий поэтому принципиально делать ход b5 хотим ухватиться за пешку но и в целом надо отметить что лет 7-8 назад это вот что это абсолютно не опасно ввиду того что рассматривалось только ход конь c3 конь bd7 не е4 здесь например можно сыграть b4 также неплохо слон b7 и после данных разменов только черные могут быть лучше потому что мы рано или поздно проведем c5 но если сейчас открыть базу то все так начали играть за белых и идея хода слон бьет f6 слон бьет f6 и белые делают ход конь c3 более 50 партий и тут черные очень легко могут ошибиться попытайтесь сделать ход большинство из вас если не знатёры то сделают ход конь d7 в принципе и после конь g5 слон бьет g5 он бьет c6 войдя b8 можно сдаваться а б а б белые забирают на b5 вот это основная ловушка в данном варианте так что не работает ход конь d7 если вы пытаетесь продолжить развитие хода керси е7 тоже бросается в глаза то последует е4 белые хотят провести d5 например g6 d5 отличие от основного варианта мы увидим пешка на 5 не защищаться поэтому делается парадоксальный ход но он единственный это ферси 8 нужно защитить пешку после чего у белых есть несколько возможностей надо отметить что есть ход д5 ед и конь d4 тут черное тоже должна реагировать крайне точно единственный ход который ведет к равенству это ферси 5 после чего белый играет е4 д.е. и сейчас они играют а.б. а.б. конь бьет c6 конь бьет c6 водя 8 водя 8 ферси бьет е4 и оказывается что не без двух пешек но у нас проблемы с слабостью последние горизонтали тем не менее эти проблемы решаем ферси е4 слон е4 водя a6 конь b5 в принципе у черных много ходов партии витюгов андрей керпас этого конь е5 и конечно это мертвая ничья потому что происходит массовая размена также конечно есть ход конь е4 водя a7 и здесь уже разменяться ну тоже после хода конь a5 а.б. а.б. может показаться что позиция тяжелая у черных но у них все-таки 2 лишних пешки белый никак не могут дополнительную угрозу коню создать поэтому это равенство ну в целом если бы только ход d5 был бы то это было бы нормально но тем не менее у белых есть еще более неприятная идея это е4 ну и сейчас у нас возникают новые проблемы слон на f6 становится объектом для атаки и тут опять легко ошибиться некоторые играли в этой позиции b4 что является грубой ошибкой потому что теперь пешка на c4 теряется после конь bd2 играли еще е5 в этой позиции таким образом пытались решить проблему с этот конь d5 и тут вообще плюс 2 в общем поэтому чтобы решить проблему со слоном нужно сделать ход g6 и сейчас надо отметить что его могут играть по-разному но там и принципиально ход d5 и опять таки этот ход требует от нас конкретного решения потому что вот е.д. действительно играбельный пасы ед ед слон b7 по-человечески у вас такая позиция что белых очень много возможностей ну вот так вот была сохранна партия гири навара черные сделали ничью тем не менее гарантированно ведет к ничьей ход слон b7 после чего следует следующая серия ходов белоград е5 ну очевидно мы сыграли g6 чтобы сыграть слон g7 следует конь g5 все очень неприятно угрожает де так что следующий ход тоже наш вынужденный е.д. конь бьет d5 здесь тоже очень легко ошибиться потому что первый раз когда возникла данная позиция в ней последовал не лучший ход черные сыграли слон d5 слон d5 т6 после слон бьет f7 водя бьет f7 конь бьет f7 король бьет f7 белоград ферзь d2 черные попадают под крайне опасную атаку после ферзь e5 следует а.б. партия последовала cb ну а водя a3 угрожает водя f3 и много всяческих проблем надо отметить чтобы черные спасли партию но здесь у них безнадежная позиция поэтому нужно сделать ход конь c6 и эту новинку безусловно легко сделать тамашевский у которого отличная подготовка надо отметить партия в rapid белые сыграли f4 юфа проиграл после этого это грубая ошибка дело в том что он взывает конь бьет е5 черный перевес но конечно белые могли задать вопрос с разными способами конь c7 интересно е6 интересно но попытайтесь справиться хотя бы с ходом а.б. а.б. и белые играют водя бьет a8 надо отметить что они могут сыграть конь бьет c7 также это интересно теперь бьет е5 и сейчас только ударить на 8 и ударить на 8 находится единственное продолжение как вы думаете нужно играть черными если вы считаете что конь b4 кстати это не так плохо потому что fd2 fb2 fb2 сван бьет b2 и у вас очень опасные пешки но окончательно наверное это тоже закончится в ничью в принципе наверное это тоже возможно но дело в том что я хотел другой вариант вам показать а именно после fb2 fb2 после конь d4 b4 в белке есть вход fc3 еще такой интересный fc2 fd2 и не все так понятно вот поэтому движок считает что ход конь b4 не точный а нужно сделать ход именно конь d4 и после этого действительно получается ничья потому что на fd2 представьте что вы играете данную линию вы должны идти на этот вариант без фигуры и здесь знать сильный ход это не войдя d8 например введу войдя е1 а именно b4 вот так вы играете без фигуры а просто готовите ход c3 и оказывается что вы отыгрываете фигуру fb4 будет fg5 движок показывает вариант конь бьет f7 войдя бьет f7 ферзь b4 и он ферзь h5 мы видим невероятное осложнение войдет 2 ферзь e5 войдет d1 ферзь h5 что-то крайне невероятное но в принципе не хотел ход конь c7 показывать но вспомнил его по ходу записи видео вообще хотел показать вам ход воде a8 дело в том что даже после этого хода не все так просто потому что может показаться что слон a8 и перестановка в тот вариант который мы только что видели так оно было записано в старом файле но тут у белых новые движки показывают что есть ход e6 промежуточные начинается веселье конь d4 ладья бьет d4 f на e конь c7 перс е7 и ладья h4 неожиданно слон бьет g2 ладья бьет h7 ну я не знаю это все ведет к невероятным обострениям может быть это играбельно за черных то гарантированно ведет к ничьей ход ферзь бьет a8 мы не хотим всего этого потому что на e6 уже у нас заряжена пушка и она стреляет надеюсь вы понимаете что конечно не фе конь c7 а ход конь d4 после чего следует конь e7 король h8 слон бьет b7 перс бьет b7 конь бьет f7 ладья бьет f7 и конечно белый дел костоян f и задача партии промежуточный ход ладья d4 ну надо отметить что конечно линия очень обоидоострая и ходы черных достаточно простые после ферзь а8 слон бьет d4 е вот это первый момент где надо задуматься как останавливать проходную пешку в принципе следующий ход черных также напрашивается король g7 и надо отметить что белые нужно играть конь f5 gf перебьет f5 угрожает продвижение пешки поэтому проще всего ее заблокировать ферзь бьет h7 наконец-то перед черным возникла проблема но эта проблема решаема если вы считаете король e7 то это не точный ход я дам шаг и ударю на d4 это ферзевое окончание что нужно доказать ферзь b6 конечно это мисклик после ферзь c6 я не уверен что черные легко здесь сделать ничью но если он бьет f2 и как обычно длинном форсированном варианте все заканчивается форсированной ничьей вечным шахом король бьет f2 ферзь b6 единственный ход король g2 ферзь c6 единственный ход король g1 ферзь c5 если белые в какой-то момент например в этот делают ход король f1 то мы защищаемся путем перец на g5 и это пешечное окончание конечно абсолютно ничейная потому что несмотря на то что у нас испорченная пешечная структура мы ставим пешку на c5 ставим пешку на b4 и белые ним как не могут подойти войти королем наши пешки и поэтому это мертвая ничья ну что ж делаем вывод конечно очень острая линия начинается все с восемнадцатого хода я вам показал только часть еще раз говорю ради интереса можете поставить на движок можно смотреть ход конь c7 также рассмотреть ход е6 и это весь форсаж очень сложно удерживать в голове в практической партии поэтому безусловно это является интересная идея если вы ищете оружие против каталонского начала за белых еще раз повторюсь не факт что ваш соперник в этой позиции сделает ход a6 достаточно популярно b5 и все все равно при хорошей подготовке черных заканчивается ничью это все спасибо за внимание и до новых встреч